Саводикраб YouTube на связи Остров Сокровище. Сегодня мы делаем для вас обзор на один из самых инстаграмных отелей не только Пхукета, но и всего Таиланда в целом. Полное видео вы можете увидеть по вот этой вот подсказке. Находится отель в юго-восточном районе Панва. Это очень малопопулярное направление, и он очень отдален от таких пляжей, как Ката, Каран, Патонг. Сюда можно доехать либо на такси, либо на байке. Но, тем не менее, здесь есть что посмотреть. Давайте в виде влога я вам покажу немного этот район, а также покажу место свое любимое, где я люблю кушать и встречать закат. Отель расположен на первой береговой линии, и через дорогу уже нас встречает море. Это пляж Шао Йон. Вообще, в целом, этот район удивителен тем, что даже в момент низкого сезона, когда все западное побережье у нас в сильных волнах, здесь их нет. Вообще никогда, никогда нет волн. Сюда приезжаешь будто как на озеро. Когда идет отлифт на северную часть пляжа Ау Йон, можно добраться с помощью вот этой тропы, где сейчас идут люди. Не вот эти, а вон те, в самом-самом там далеко. Там уже более купательная часть пляжа, и есть некоторые кафе, рестораны, такие как Фламинго, например, очень такой популярный. Дошел до самого края пляжа Ау Йон, и здесь находится тайская разрушенная лодка. Именно вот лонгтейл тайской традиционной деревянной. Сейчас покажу. Чистый скелет лодки. Классно. Люблю такие вещи. Смотрите, она еще, видимо, очень долго была под водой и обросла всякими ракушками, морскими жителями. Вот это да, природа. Общественный транспорт на этот пляж не ходит, поэтому у вас два варианта, как добраться сюда. Само собой, самостоятельно. Это либо вызвать такси через приложение, допустим, InDrive, либо арендовать тук-тук, тоже можно доехать сюда, или снять байк. Вот, байк – это полный кайф, свобода. Но, опять же, если вы уверены в себе, если у вас есть права. Либо лишние деньги, где-то 1000 или 500 бат на каждой остановке, где у вас полицейские будут вытряхивать просто. А по поводу байков, кстати, новость. В скором времени мы запускаем свою собственную аренду байков и машин. Поэтому вы можете смело написать либо мне в Instagram, stas.phuket, либо на наш основной рабочий, Phuket, нижнее подчеркивание, экскурсии. Подписывайтесь на наш Instagram-аккаунт, если хотите быть в курсе всех новостей про Phuket и Таиланд и видеть Phuket в прямом эфире. Там, к тому же, мы делимся очень полезной информацией, куда сходить, какие деньги взять и тому подобное. Если вы только планируете свое путешествие на Phuket, это must-have. И, к тому же, неоднократно наш Instagram признавался среди самых лучших travel-блогов в России. Мы занимали первое место. О, подписаться! Это Фламинго, тот самый пляжный клуб, который находится на берегу пляжа Ау-Йон. Зажигается огни, смотрите, как красиво. Здесь можно вкусно покушать под хороший вид, поработать, да и вообще насладиться жизнью. Вайп тут, конечно, бомбизный. Бомбизный? Что? И во Фламинго, смотрите, есть еще такой приятный бонус. С 5 до 6 вечера каждого дня есть счастливый час, где вы можете взять два коктейля по цене одного. Кстати, вот это пусть для вас будет ориентиром, куда вызывать такси, потому что если вы вызовете на пляж Ау-Йон, либо просто в Google-навигаторе забьете, то он вас привезет на ту сторону части, где вот у нас отель находится. И там не очень красиво уже, сами все видели. А здесь вот Фламинго ориентир, вниз и там есть парковка для байков. Вот там вот самая красота, потому что много людей ошибается, приезжает и приезжает ни туда, ни на купабельную сторону. Здесь уже более такая оживленная дорога. Ну как, относительно оживленная. В плане инфраструктуры здесь более интересно. Расположены отели другие. И вот там вот за углом находится 7-11. Это была дорога по району Пан-Ва, а приехали мы с вами на одну из смотровых этого района, которая называется Кау-Хат. А это, кстати, Биг Буда. Он смотрит на нас, на восточную часть, и по утрам первый, кто встречает рассвет. Так-то у нас здесь три таких крутых варианта, где мы можем встретить закат. Это либо на пляже, либо на вьюпонте Кау-Хат, либо еще вот у нас на травае есть, тоже называется Кау-Хат, только Тауэр уже, башня. Вот, в следующий раз я поеду на эту башню. Она такая немного уставшая, заброшенная, но тоже антруаж, там красиво, интересно и загадочно. Всем привет, новый день. Как я обещал, показываю еще несколько локаций, где можно хорошо провести время в районе Пан-Ва. И первая из них это башня, Кау-Хат Тауэр, смотровая площадка. И по пути к ней нашел вот такую красивую смотровую, которая даже никак не относится на карту. Вот здесь одно открытие. Ну что, мы на месте. Это Кау-Хат, вьюпоинт Тауэр. Вот, приехать сюда можно на байке, либо на машине. Есть парковка, где можно удобно расположиться. Пойдем посмотрим что-то. Не сказал бы, что это место особо популярное. Крайний раз, когда я здесь был, около года назад, здесь немножко грязно было. А сейчас вот первое, что бросается в глаза, стало намного чище. Тут прям прибрались хорошо. На смотровую площадку можно забраться по лестнице или по тропинке. Решил подняться по тропинке, потому что ну что с этой лестницей взять? Лестница и лестница. А тут как-то поинтереснее. Такие локации интересные. Ну как хоррор, знаете. Вот ночью здесь было бы, наверное, это стремно оказаться. Странное ощущение, на самом деле, гулять по этой тропинке, как по заброшенному городу гуляешь. Ощущение того, то что это место забыто, оно так и есть, наверное. Это место мало популярностью пользуется. Все в основном на башню через лестницу поднимаются. Да, вот и пришли. Здесь уже конечное. Там значок был то, что дальше идти нельзя. Но отсюда можно срезать и перейти к лестнице. Так, выходим к лестнице. Ну что, финишная прямая. Идти по тропинке такая все идея. На самом деле, было очень много пауков. Там все шебуршит. Думаешь невольно, что, возможно, это змея, а это как-то там маленькие ящерки. Но все равно отвлекает и пугает. И в паутине есть паутишки. Лучше по лестнице, конечно, сподняться. Мы уже на втором пролете этого Таора. Здесь еще одна лестница крайняя. Да, очень прибрались. Покрасили стены, потому что год назад здесь было все очень грязное. Стены были расписаны. Покрасили стены были расписаны. Так, мы приехали с вами к одному из ресторанов, который имеет панорамный вид на этот закат. И недавно здесь еще был совсем ремонт дороги. И тайцы вот положили асфальт, а еще сделали набережную. Вот это максимально свежий ремонт. Буквально месяца. Месяца еще нет. Жалко, конечно, то, что сейчас отлив. Прилив, я думаю, здесь поинтереснее вид и краше открывается. Такое популярное место среди школьников. После школы, видимо, идут встречать закат дети. Друзья, если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Это поможет развитию нашего YouTube-канала. А также подписывайтесь на наши социальные сети. Там много полезной и интересной информации касательно Таиланда и путешествий в целом. Все ссылки будут в описании. А с вами был Стас из Остров Сокровищ. До новых встреч!